Всем привет! Завершаем мы цикл сказок от Сега Сатурн с самой совершенной, на мой взгляд, игрой Nights into Dreams. На протяжении последних 5-6 месяцев Сега развернула огромную шумиху по поводу выхода в свет нового творения талантливого программиста и дизайнера, автора таких эпохальных произведений, как Сони 1, 2 и 3, Юджи Нака под названием Nights. Сравнивая её с Super Mario 64 от Nintendo, можно сделать вывод, что они будут практически идентичными по своей концепции, но это оказалось совсем не так. Кроме того факта, что обе эти игры протекают в полностью трёхмерном мире, других точек соприкосновения у них нет. Так же, как и во времена 16-битных войн, отличительной особенностью Марио выступал приключенческий аспект игры с многочисленными секретами, разбросанными по всему миру. Тогда как Соник, да и Найтс, в первую очередь поражают своей скоростью и грамотным построением уровней. На этом все сравнения с Соником также заканчиваются. Найтс своим появлением полностью разрушает стереотипы, связанные с подобными играми. Внутри её концепции можно найти множество источников вдохновения. Но, чтобы точно назвать жанр этой игры, придётся долго ломать голову. Немного гонка, немного леталка, немного проверка ваших способностей совершать головокружительные манёвры. Данный продукт ещё раз доказывает, что не нужно следовать общепризнанным канонам, чтобы добиться великолепных результатов. Итак, ближе к самой игре. Два подростка, девочка Кларис и мальчик Эллиот, которых можно выбрать для прохождения игры, видят один и тот же Сон, в котором непонятное существо по имени Найтс призывает их на помощь королевству Найтопия, чтобы победить злодеев, задумавших уничтожить детские мечты. Но вместе с этим, одержав верх над силами зла, наши герои смогут также победить собственные страхи и неуверенность в себе. Таким образом, вы попадаете в мир, действительно похожий на мечту, с разнообразными ландшафтами и буйством красок. На самом деле, благодаря великолепной команде программистов, Сатурн показывает, что его потенциал ещё до конца не изучен. Ещё ни в одной игре, кроме, быть может, некоторых трёхмерных драк, не были одновременно использованы сразу несколько серьёзных спецэффектов, таких как плавное затенение полигонных объектов, которые визуально сглаживают углы, несколько уровней прозрачности предметров на экране, а также правильное падение света на них. При этом, всё действие Найтс в основном происходит на скорости хороших гонок. До сегодняшнего дня, достичь всего этого на Сега Сатурн считалось просто невозможным. Но совсем не технология делает эту игру такой замечательной, а сам игровой процесс. Итак, впервые попав в фантастический мир детских снов, игроки оказываются в полностью трёхмерном пространстве, наблюдая за героем с любой точки зрения, практически как в Марио 64. Но настоящее действие происходит не на земле. С помощью указателя вы находите дворец Найтс, затем вживаетесь в его костюм и отправляетесь на поиски четырёх жемчужин, заключённых в огромных вазах, парящих в воздухе. Здесь уже действие происходит как бы на рельсах. Вместо того, чтобы вводить в заблуждение многих пользователей наличием полной свободы полёта, разработчики позволили любому, даже самому маленькому игроку, насладиться игровым процессом. Перспектива варьируется от стандартного полёта слева направо до вида сверху и сзади под разными углами. Каждый мир поделён на четыре трассы, на которых и расположены все враги, а также голубые жемчужины, необходимые для освобождения больших жемчужин и рук злодеев. Собирать предметы можно двумя способами. Либо просто соприкасаясь с ними, либо создав воздушную воронку, захватывая как можно больше жемчужин одновременно. Таким же образом игроки могут разделаться и с надоедливыми врагами, которые постоянно пытаются затормозить полёт. Игра идёт на время, после истечения которого вас выбросит обратно на землю, где игрокам уже придётся закончить выполнение задачи и постараться не быть пойманным огромным будильником, который будет пытаться будить наших героев ото сна. После удачного прохождения уровня игроков ждёт встреча с боссами. Победить их довольно сложно, и вам придётся долго искать их слабые места. Кроме всего этого, в Найтс присутствуют и прочие мини-задрания, для описания которых просто не хватит места. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...